всем привет ребята вы на канале история от самочка я нахожусь в городе днепр и мы сейчас идем в музей технический музей машину время что там будет я не представляю даже не смотрела в google а вот поэтому вместе с вами посмотрим присоединяйте кто помнит вот эти автоматы ставьте плюс или напишите какие у вас связанные воспоминания с этими автоматами только обратила внимание вы посмотрите какой кайф дети на этих автоматах выросли ваши родители вот здесь вставлялся стакан вот здесь вот наливалась газиров газированная водичка вкусная такого вкуса вы нигде не найдете уже а потом переворачивался и мыло с водичкой то есть любой человек мог подойти взять стакан помыть и попить не протирать не вытирать никаких моющих средств просто блин все люди были здоровы и вам не хворать а вот здесь вот сдача наверное да вот охренеть охренеть ретро вот как это выглядит вот как это выглядит сдалека мы заплатим будем все смотреть люди не были не знаю кто знает вот так вот теперь посмотрите пожалуйста на себя коллекционеры назовитесь вот запорожец это чиквиченко с которого создали запорожец а йо это фиат чиквичен не мой квест фиат чиквиченко с которого собрали запах так ты можешь быть и конкурсоводом самолет я тоже знаю могу рассказать вот это кстати насколько я помню это лосенок это наш днепропетровский чувак давай я вот это вот фиат ребят очки ну блин как запорожец а это что это что просто у меня в школе его по получился 8 поэтому его сонок называется лосенок я не шутил я даже на сбоку узнал растерялась столько всего ретро интересного что я просто не знаю с чего начинать снимать кайф просто кайфы кайфы кайфуля ну как вот ну вот авторалли авторалли и тут тормоза посмотрите какие были раньше кресло идти кресло качалки вот это какое-то что-то пишите что это я не знаю что оцт какой-то какая-то камера что-ли да опять я кстати эти рабочие автоматы это рабочие 15 коп 15 коп вот пепси колы колы пепси на ремонте вот пострелять бы я постреляла бы с удовольствием нихуя себе в колесо какое это что за колесо это что заточил от вездехода а вездеходы воздушный бой в общем вот эта штука да давай вот так пройдемся фотоцикл автокар тут не посидишь сша а это в чьи года бы а вот запорожец фотоцикл автокар так это типа прям барды это одно из первых девятых девятина зубила называлась ой лада нет вот это вот она называлась коротким крылом потому что потом они пошли за без вот этой сабли длинное крыло это с коротким крылом это самое первое фокусация как это это вишневая девятка а молодежь вообще не понимает о чем прикинь ваз 21,9 а потом пошел ваз 21,93 вот что то все что я могу сказать это кто ну тогда что тошну редкость понимаешь что это было 40 лет назад я ее вспомнил понимаешь вообще нет я лично про машины вообще ничего не понимаю кроме современных да ребяточки кто хочет подарить мне вишневого цвета пожалуйста дарите да я не против экскурсии стоят дорого у меня кстати не забывайте об этом и делитесь подожди вот вот кубочки пошли чьи-то это автомеханики или кто это комбинезонные какие то гонщики да гонщики да есть это техника а вон космонавт да парашют это летчик это вон комбинезон летчика и вот этот же шлем шлемофон который летчик летчик летный а и он же потом может управлять парашюта парашюта ну и так а что это за автомобиль подожди вот что не нажать ее не нажать зеленую кнопочку а что-то же оно означало БЕ-ЛА-РУСС этот монитофон назывался селедка и носили его на плече аааа вот эти эй ты посмотри на меня оно да свет так что где где вот зеленая кнопка вот как ее можно не нажать ну это же интересно а нам же можно их нажимать ребятки я на нажимаю кнопку и тебе будет рассказывать про машину я нажимаю давай будем слушать про автомобили снова я так завелся да спортивный автомобиль выработанный в Вильнюсе в Вильнюсе в Вильнюсе в Вильнюс еще раз посмотрите на эту бандуру без стекла без ничего ха ленинская сюд что значит ленинская сюд тут встретила вот шахматные флаги а вот это вот чип а это запорожец а нет лада спорт вот я вот я автомобилистка лада спорт лада спорт написано крути вентилятор запустить тепло где тепло а это не запорожец нет полон запорожец окей ага ага нашли какой запорожец даже даже два мы нашли еще два запорожца а итого сколько уже четыре четыре генератор а генератор для чего генерация школьная парта боже у меня глаза разбираются школьная парта ребяточек помните вот это вот это вот уебанство там где жопа отсиживалась на уроках на уроках тир вон там по отдали дата открытия трассы чайка тут мне непонятно Посмотрите, какие красивые автомобилища, а внутренне нельзя залазить, да, залазить? Повылазы во мне бы, наборчик. Надо же, мисочки все вот эти вот, не чугунные, а как алюминиевые, да, ложечки, вилочки. Блин, все такое интересное, я просто в шоке, полицейская машина. Вот в ту пожарку можно залезть, ну, позже залезу, покажу вам, что изнутри. Торчит самолет, короче. Боже, еще второй этаж, ребята. Тут было 14. Тут было 14. Тут было 14. 14. Все, 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 все. Так что она немножко осталась в дороге. А вот смотрите, ЭПМИ, реки Глаксос. Думала, советский союз, что это свое дело, мотоцикл МТ, это спизженный БМВ. Прямо завод спиздили после войны, везли завод. Начали делать МТ-10. Ты думала, реально, советский союз до чего-то сам додумывался? Все спизжено. Все, абсолютно. Бритвы, блядь, пылесосы, все спизжено. Игрушки детские, дебилы, да. А сейчас Рашка тоже самое делает. Все спизжено. Абсолютно все. А зря, как смотри. Все думали, что там у нас самая лучшая бритва, самая лучшая фотоаппарата. Ой, там со спиздом. Какая широкая машина. Широкая? Вот смотри. А какая комфортная? В кожаном салоне все дела, конечно, нам так не жить. У нас вот запорожец. Он сфоткан уже. А вот этот запорожец? Сейчас это будет 15. Все. 25 гривен стоит игра одна в автомате. И мы ее получаем бесплатно. Нет, ты не поняла. Виртуальное что-то там мы выиграем. Не одну игру, а виртуальную какую-то реальность мы выиграем. Так что у нас... Пойдет. 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 Красиво. Сейчас, 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 сейчас. Мерседес. Мерседес. Боже, какой же кайф. А посидеть можно только в... В пожарке? В пожарке, в ракетовозе. А это что такое ракетовозе? Ага. Похуй не знаю. Так он называется. Вот еще один Audi. Но вы уже по размерам понимаете. А это оригинальная, вот эта чайка или что? Вот эта штука, короче. Да. Я такого у Audi не помню. Подожди. А тут Union, это типа Audi, но кто? А, Хорик. Я что-то сказал. Это Хорик. Хорик. Это Хорик. Хорик. Но почему-то на нем значок Audi. А это... А это... Запаска. А вот эта батячик. Узнаете у нас свой квест? Ребятки. Отпишите кто это. Это пятнистый хуй. Ну что ж ты подсказки такие... Я же сказал хуй. Я немножко изменил его фамилию. Очевидный. Говоришь. Чуть-чуть изменил его фамилию. А это что? Вот эта вот. Это байдарка. Ни хуя себе байдарка. Это академическая байдарка. Восьмиместная. Восьмерка так и называется. Байдарка для... Ой, байдарка, говорю. Это академическая... Лодка. Лодка для академической гребли. Восьмерка. Похоже... А, ну непонятно. А что у них колеса вот здесь вот находятся? Запаски. А и зеркала снимаются? И запаски? Типа да. Гениально. Мистер гениальности. Так, про двигатели я вам не буду. Запаливание и так далее. Что здесь? А тут тоже запорожцы. Я снова живу. Так... Ну, уже 15 даже больше. Мы снимем все. Мы будем супер выигрывать. Графинчики, стаканчики. У меня стаканы есть такие. Ну, так давай два. Вот запорожец, нет? Давай два снимем. Да. Короче, два по 15. Так я же говорю. Победитель. Я сниму все запорожки. Соц чего-то там. Вот, будем победителем в соц соревнованиях. А вон, это детские суровые... Да, суровые. Такие у нас были машинки. У меня, кстати, был такой самосвал. Крас, это пиздец. Не, или это Белазарик. Хуй, я уже не помню. Ну, такой у меня был. Какие-то жуткие. Деревянные игрушки из нашего детства. Вы, блядь, компьютерами играетесь. Попробуйте такой хуйней поиграться. А ну-ка, давай. А тут Горбачев выступал. Расскажи. Какой Горбачев? Ну, всякие пидорасы, да, выступали с такой трибуны. Я, конечно, не буду, но я вам скажу следующее. Нам, блогерам, здесь как сложно, чтобы вам придумывать что-то, чтобы вам было интересно. Аминь. Надо какой-то значок блогерский придумать, типа аминь. Аминь, аминь. Вон это, ребятки, снова детство. Хорошо, лысенок, вот его папа, смотри. Вот этот же дядька. Короче, все могут создать автомобиль. Так что они... Так луноход, это не просто, это луноход. То есть, его делали по лунной программе, чтобы он мог ездить даже по Луне. Это пылесос ракеты, который стяженый у немцев. Как его? Город. Вот это, наверное, ракета ОС. Вот это сейчас Луна тут происходит? Что тут происходит? Типа лунная поверхность. Пускай насыпали, типа это лунная поверхность. Должен ездить дополнительно. У нас же был изобретатель... Ну, не штателем. У них не штателем. Ключи пары, не штателем. Идем там за того, чтобы создать. Луноход. Лу-на-ход, лисенок. Вот тут, конечно... Еще раз. Знаешь? За светской рабицей. Суровое детство. Я, кстати, помню... Вот у меня была вот эта коллекция... Ворской бой, я думаю. Вот это были солдатики, причем попробую что-то... Это викинги. Потом были египтяне. Попробую что-то такое нагибное. А вот эти страшные... Зайчики. Вот это у меня было что-то. Чтобы она не знала, что... Вот это все было. А с отличающей... Детская? Я не знаю. Нет. Вот это... Детская? Серьезно, такое было... Это какая-то типа как обезьянка. Худелый. Наиграться, пожалуйста. Вот тут немножечко... Да, вот эти, кстати, голубые куклы, розовые куклы. Да, это, конечно... Вопросы... Ответы... Интересно было бы сейчас поехали. Грибы. Мухоморы. Какие вредные грибы? Мухоморы. Мухомор полезные грибы. Не рассказывай сказки. Это не я придумала сказки. Это не я придумала сказки. Ну, ребята, эта коллекция, конечно... А тут ты искал, да, запорожцу? Вроде здесь нет запорожца. А вот это... Это... Сейчас я... Это... У каждого пацана такое было. Потом еще был... Был меч пластиковый, блядь. Вот это надевались... Одевались, типа, в этих... И в таких подстальниках, да? И хуя... Дрались сюда, да. А кто это называет? Рыцари? Богатыри, блядь. Охренеть, вон туда сейчас придут. Это трактор. Смотри, какая шутка. Нет, подожди, давай по порядку. Давай, я ж понимаю. И все ездили на вот таких юбанских велосипедиках, да? Ага. Ты знаешь, у меня была суровая. У меня несчастливая. Даже не похожа. Посмотрите, это для... Это для... Еще суровее даже такого... Ну, давай расскажу интересную историю. Давай. Давай. А лучше кейди, потому что больше. Да, все сути. Покатайся. Это для каких месячных детей? Грудничком? Нельзя трогать. Нельзя... Здесь должен был быть клаксон такой. Грудничком. Ага. Но его... Грудничком. Грудничком. А это что за велосипедик? Грудничком. На фоне. Ну, типа, да. Клоунский, типа? Ну, типа, да. Это... Не, ну это ж новые автоматы. Это шутка сессии. Как новые. Это 90-е были. А мы сейчас в каких? Вот это... С 80-х? Это было, наверное, с 60-х. Вот машина Победа. Интересную историю его рассказали. Первое название, которым должны были его назвать, называется Родина. Родина. Хотели назвать Родину. Но когда Сталину показали и сказали, хотим назвать машину Родина, а он затянулся трубочкой и спросил, и почем же вы собираетесь Родину продавать, товарищи? Родину. И назвали Победа. Ага. А тех, кто хотел назвать Родину, нахуй расстреляли? А что Сталин говорил на каком-то грузинском? Грузин, грузин. Да? Коба Джугашвили. Ну, я ж так себе. Все, кто считает, что я необразованная, пишите. Сталин это псевдоним, а вообще фамилия его Джугашвили. 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 Погоняло Коба. Вот так вот снимали советские сельмы. Туремная кличка Коба. А что тюремная? А потом он стал этим. Он бандитом был. Как Янукович? Он закончил церковно-приходской. Он же был слушкой. Ну, как слушкой. Как это называется? Попенок. Ну, я поняла. Монах. Потом пошел в бандиты. Грабил людей натуральным. Сидел в тюрьме. Там его декабристы научили. Ну, типа эти революционеры. Научили быть негодяем. Так. Негодяем. Негодяем. Так. Еще одна победа? Ну, да. А что это за подпись? Ну, так давайте посмотрим. Перемога. Переможем. А кто-то, короче, именно уже. Так. Победа. Есть. Потому что победа это же на русском. А на нашем-то ремога. Правильно. Слушайте, ну вот это не аж. Здесь была огромная камера. Это один из первых кранов, которое на телевидении было для съемки. Эту камеру уже современную повесили, но тут везела огромная балда. Там балда стоит огромная в начале. Такая, что перевесит эту всю херню. А вот этот костюмчик, вот, я извиняюсь, это советский или это уже придумали? Абибас, блядь. Натумальный Абибас. Ну, что он возле победы стоит? Это же Абибас. Ну, это Абибас, который в 90-х появился. Как-то не смешано. Да ты шо? Я не поняла. А тогда были крепления на велосипеды на Жигулях? Не знаешь, тогда были велосипеды? Посмотрите на вот эти баранина. Спортивные, да? Кстати, это крутой велосипед. Это харьковский ХВЗ шоссейник. Это круто. Или это турист. Ну, или... Ну, то есть это крутые велики. Такие еще попробуй достать. Легко было достать Украину. Там салют и всякое такое говно. А вот такое еще попробуй достать. Блин, ты кладешься энциклопедия. Я бы тут... Посмотрите и все. Я вообще блядь ходячая энциклопедия. Ребятки, захотите познакомиться с этим прекрасным молодым человеком? Пишите мне. За процент порешаю. Сали большую сумму, я вас контактирую. Чик-почта. Да, вот это, кстати, машинка двоечка называется. А вот это... Потому что это копейка с фургоном, называется двоечка. Вот. Потому что это двое сидят. Раз, два, два. А вот это... Как это называется? И профессия как она еще называется? Это конструктор. Вот это... Вся эта херня называется Рейшина. То есть это... Ну, станок для черчения. Трюмо! 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 Господи! А что за карта? Подожди. Не Притровская область. Рейшина, но это одна из... Даже тоже неизменится. Слово. Ну, это, кажется, нет. Не, конечно. Не, конечно. Так. Зингер или не зингер? Ну, где-то тут зингер по-любому будет. У меня бабушка на таком учила шить щетки. Щетки. Дети двухтысячники. Вот эти бухгалтеры, ваши мамы и папы. Вот на чем мы считали. Трехзначные, четырехзначные цифры. Так. Что тут? Такое освещение, конечно, не очень. А туда были микроволновки. Ребятки, я в каком-то другом своем мире жила. Да. Я про микроволновку узнала лет, наверное, сука, семнадцать девятнадцать. Или, вернее, в квартире появилась микроволновка. Это, наверное, калькуляторы или что это такое. Если одни цифры, то это, наверное, калькуляторы советские после щеток пошли. Тут, вот, сами напишите, что это, я без понятия. То есть, столько всего натыкано. Человек уже свободно убежал, да? Она даже подсказывает, что тебе. Да, ну, это счетная машинка. Я догадалась сейчас. Логически после счета. Ты понимаешь, что вот эта счетная машинка, вот эта механическая, счетная машинка. Да, вот эта вот херня. То есть, там, выставляешь, крутишь, и она тебе сшитает. Вот запорожесть. Да, восходку. А вот лампу теннископа от первых телевизоров. Как тебе? Первая микроволновка, например. Это же уже... А вот это чайник. Да, стиральная, это купол. Это миксер. Нет, второй чайник. А вот это стиральная машина. А утюги как вам чугунные? Это опасность. Диапроектор, диафильм. Диапроектор, диафильм. Диапроектор, диапроектор. У меня будет такой боженый. Это самая позитивная. Вот, кстати, домашний этот термометр и барометр. Домашка бытовой. А вот это сушилка. Вон с зеркалом сушилка. Сушилка чего? Какая от парикмахерских рук. Нажимаешь на кнопку и послушать. Ну, типа в общественных туалетах было, чтобы можно было обреть морду и высушить. Обреть морду. Короче, вот еще один запорожек. Это ушастик называемый. А, фольксваген. Это даже не ушастик. Это уже следующее. Это с водяным охлаждением. А ушастик у него такие с задней уши были. Это как персонаж из мультика с веничком. Это танцы. Это чайка? Ну, почти. Ну, согласилась. Вот это, чтобы нет, давай вот сюда. Это какая-то, блядь, самоделка. Потому что видно, что он вареный и хер знает как. А то чайка прикольная. Байдарка? Да. А вон большая. Тобайдарка каноэ. Там, где на одном коленке стоят. А вот это такая, как в том зале. Да, это двойка. А вот это единичка. А это оптимист. Нет, это не оптимист, это кадет. Кадет. Кадет? Кадет. Ну, похоже. Или фильм. А, чайка. Я же... Они же похожи. Откуда у них голодя? Все у Спиржена. Вот она Спиржена. Вот это мишенька. Монклер. Еще цвет какой вообще шикарный. Спиржена. Спизденный. Спизденный. Побольше мата. Ой, какие-то ровные. Он москвич кондик. Который с огнемчиком. Перша друга тратила. Да. А это тоже монклер? Москвич. Москвич. Ну, на М. Уже узких. А вот это все за масочка. Ну, как это иностранная проба. Масунечка. В КЗ вообще что-то такое. А сзади смотри. Так это, это как, знаешь, как в гольф играли. Ну да, да. Ну, это иностранная. А сзади смотри, как кемпинг пошел. А это ЗАЗ. Ё, моё. Так надо его фоткать, если это ЗАЗ. А это Запорожец? ЗАЗ значит Запорожец. Ай, сапожки. Ай, кубочки. Это кирзачи натуральные. Вот. Вот это советская одежда. Прям очевидно. Это шлем. Улыбанский кожаник. Шея все равно у нас. Смотри, вот это же кирзачи натуральные. Кирзачи. Слушай, ну они сейчас модные. Прям очень хорошо выглядят. Кирзачи. Ну это, наверное, солдатские, потому что офицерские были яловые. То есть, натуральные кожи. А кирзак это же можно. Вот туда еще нам можно. Смотри, подожди, подожди. Вот. Нитурный тур. Вот это? Подожди, нитурный тур. Или это вихр? Вихр 25-й. Идем туда заходить. Смотри, это трамвай. Это от автобуса и каруса. Я же вырос в эту ябландскую эпоху. Конечно, я про все это знаю. Я хочу забыть. Мне, кстати, не такое удовольствие, как у тебя. Я же счастлив, что я это все приду, тебе забыл. Это все для меня совковое говно. Ничего себе. Но хотя как музей это очень прикольно. Пионер. Пионер. Чемотание. Вон, посмотри, какие там музыкальные студии. Это же музыкальные студии. Посмотри. Научники. Абба. Правильно? Арабецкий. Крутейшая рука. На них я тоже подбрачиваю. Что ж ты, все секреты. А что, нельзя? Леонтьев. Валерий Хуёнтьев. Это же Плеер. Электрогитара. Плеер. Это же Плеер. Электрогитара. Это панель с магнитоником. Ничего себе. Все, что в нем дорого, это магнитола. Это кассетные какие-то, что я не доверяю. Ух ты! Пинг. Что это за... Тренер. Это уже сейчас. Да. Просто не молодость. Чувствуешь себя уже, знаешь, в пинге, если уже ретро, то... Я так подозреваю, что постарше тебя, какая юность. Ну я ее слушала, это... Ты ее слушала в юности, она уже была взрослой женщиной. Ей уже было... А это укулеле? Или балалайка? Балалайка. Балалайка. Я просто не бачу, тут машина. Ай-яй-яй, смотри, какие гитары. Электро или как бы наушники советские. Нормальные наушники, вообще неплохо. Балалайка. Какая гармошечка. Вот это синтезатор. Вот это вот что-то. Бесеточка. 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 Там я вас на месте. Они на свете. Узнаете, товарищи? Пишите. Дети. Это вообще кто? Подсвечивает. Не знаю, что вот это такое. Вы, наверное, знаете, что вот это какие-то траканы. Не понимаю, что это. А то что за автомобиль такой. Вроде мини. Метро. Вот это я что-то помню, только я не знаю, что это. Включение фрезы. Это какие-то малястойлерные приборы. Лисопеты, лисопеты. Это что? А вот это как противогаз? Это же какие-то реактивы для того, чтобы зарин. Подожди. Это яд. Это яды. Зарин, заман. Это же отравляющие вещества. И прит. Вон, посмотрите. А, подожди. Это тестеры. На наличие отравляющих веществ. Типа, как пиашка. Короче. Ну да. Это от ядерной защиты. Это шмон после третьей. До зимы. А тут можно кнопочку натикнуть. И натикнуть. Буз. Ага. Сейчас Брежний ответит. Брежний ответит. Брежний ответит. Я твой секретар. Присядь за стиль перед телефонным комутатом. Силик. И что? Слушай, я только сейчас увидел. Камера хранения. Теперь ты великий начальник. Затискайся. А, а на вокзалах были? Блин. Доброго дня. Показать. Удачи. А эти весы. Алло. Алло. Где ты? Алло. 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 Ты где? Алло. 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 Бизгид с духом. Бизгид с духом. Бизгид с телефонным комутатом. Пистолетик. Мальчик, смайли. Это кто? Зубки белые. Нет, тут не пистолети. А мне? Ух! Ух, хорошо там зазвенело всё на свете. Сегодня, сегодня тоже снег за ловил пуман. Ой-ой-ой, смотрите. Я тоже на таком каталась. А что на таком? Я прям помню, ребята. А вот белая дорожка, да? Белосипед спортивный. Еще не один, он еще есть. Белосипеды, велосипеды. Белосипеды, велосипеды. Что это такое? Белосипед Белосипед